Многие с таким напряжением наблюдали за ходом предвыборной гонки в США, надеясь на победу кандидата от республиканской партии Дональда Трампа. Ведь тогда, кто знает, может в этом случае и экономические санкции когда-нибудь отменят. Но оказывается, эти санкции вовсе не помеха некоторым предприятиям Ленинского района, а наоборот, дополнительный стимул для успешного развития. Есть такое предприятие в развилковском поселении, которое как раз после ввода санкций, но у них получилась такая ситуация, что они отказались от приобретения того сырья, который потом стал уже санкционным, соответственно, они заранее перешли на собственное производство и когда закрыли ввоз тех или иных товаров, соответственно, они оказались в тренде и их бизнес пошел в гору. Об этом и многом другом шла речь на встрече главы Ленинского района с представителями бизнеса, причем встречи эти уже давно стали регулярными. На них любой представитель малого, среднего и крупного бизнеса может напрямую рассказать Олегу Хромову о своих проблемах, и реакция будет незамедлительной. Я предлагаю, у кого есть вопросы, поднимайте руку, обозначайте тематику, проблематику. Если возможно что-то сейчас решить, мы готовы сейчас определиться и вынести решение. Нет, то возьмем в проработку. Вопросов было много и касались они разнообразных тем, в том числе и уборки снега в промзонах. Первый небольшой снегопад неделю назад парализовал полностью движение северной промзоны, как следствие была парализована Каширка от Белокаменного шоссе, ну может быть не до МКАДа, наверное, до совхоза Ленина. До конца года будет на 100% обеспечено полностью всей техникой, чтобы чистить все проходы, проезды на дорогах. И вечные проблемы современных городов – нехватки парковочных мест. Она есть. Там на всех складах предостаточно. Все, что пораспродавал МОСМЕК, там парковочных мест, они просто не запускают. Так что, если вы бизнесмен, и у вас возникли неразрешимые проблемы, то подобные встречи именно для вас. Приходите и рассказывайте. И даже если вы не бизнесмен, но очень хотите им стать, то в администрации Ленинского района готовы вам помочь и в этом. Если вы являетесь, например, предпринимателем и хотите открыть пекарню, какие меры поддержки вам можно предложить? Но первое самое простое, соответственно, если вы являетесь человеком, который стоит на учете в центре занятости населения, центром занятости предусмотрена определенная первоначальная субсидия, на небольшая по сумме, но на открытие бизнеса. И даже если вы не предприниматель, но есть насущные вопросы, то глава муниципалитета все равно готов вам помочь. Можно либо прийти к нему на личный прием, когда он по понедельникам принимает, либо же написать ему на почту, ну или в соцсетях, кстати. Он всегда отвечает и взаимодействует с жителями. Выходит, что нам выборы в других государствах? Как поется в песне «Не нужен нам берег турецкий» и «Африка нам не нужна». Ответ на ваши вопросы решения ваших проблем рядом. Илья Кремнев, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.